В эфире новости. Космическое жлобьё всё ещё продолжает теснить силы XCOM, поэтому лысый мужик, который вечно всем говорит что делать, запрашивает подкрепление. Сотни и сотни новых командиров устремляются на поле боя. Казалось бы, сколько лет прошло, а всё равно добровольцы рвутся в бой. Потому что в тылу засеяли мододелы и продолжает радовать нас новыми модификациями. Поле боя постоянно преображается до такой степени, что воевать, судя по всему, не надоест никогда. Так что старым командирам, которым задолбала обыденность, выпал великолепный шанс вернуться в строй. А теперь о политике. Вчера Владимир Путин заявил, что нам всем пиз... Доброго денёчка, господа XCOM-оманы и госпожи XCOM-оманки и XCOM-окречки. Ага, видали, как я сразу с козырей пошёл, а? С вами я, шаман племени Синего Зайца. Добро пожаловать в рубрику «Танцы с бубном», рубрику, в которой я показываю, как не имея конченного магического образования, при помощи моих советов, усидчивости и терпения и шаманского бубна, улучшенной модели, разумеется, преобразовать ту или иную игру. А раз уж вы и умеете читать, то для вас не секрет, что сегодня речь пойдёт об игре XCOM-2. О ней я очень подробно рассказал в обзоре, самое время посмотреть, если ещё не смотрели. Как помните, я нахвалил модификацию Long War 2, преображающую игру, но ещё больше я нахвалил официальное дополнение War of Chosen, преображающее её ещё больше. Конечно, это дело вкусу, но всё же война избранных наголову выше поделки мододелов, что неудивительно, учитывая разницу мастерства и, главное, бюджета. Как было бы прекрасно объединить эти две сущности. Однако, увы и ах, кукиш на всем смыслом, Long War был несовместим с избранными. И более того, разработчики Long War сказали, что умывают руки и ушли, оставив свой инструментарий в свободном доступе. И далее произошло то, что и должно было произойти. Часть фанатов отказалась от избранных в пользу Long War 2, и их можно понять. Одновременно с тем они ожидали адаптации. Вторая принялась потихоньку адаптировать старые моды под новую игру и играть в то, что есть. И вот на момент выхода данного ролика вышла уже шестая по счёту альфа-версия модификации Long War of Chosen. Да, адаптация таки делается. Я вам больше скажу, пока готовился ролик, по доброй традиции вышла уже бета-версия Long War of Chosen. Но о сути ролика это не меняет. Мод играбельный, но очень глючный. Но речь сегодня пойдёт не о нём. Видите ли, тут вот какое дело. Я очень уважаю мододелов за подобную инициативу. И я с радостью поиграю в новый Long War of Chosen, когда он выйдет. Ключевое слово, когда он выйдет. Потому что нынешняя бета, мягко говоря, стабильностью всё равно не отличается, как и предыдущая альфа-6. А ждать выхода дело неблагодарное. С момента моего обзора прошло полтора года, а версия всего лишь вот недавно стала бетой. Пока она перейдёт в позднее бета-тестирование, пока доползёт до релиза, сколько ещё времени пройдёт? Ещё полтора года или больше? А играть-то хочется сейчас, причём играть не предвозмогая боль от багов и запортных сохранений. С наслаждением. Потому что, как по мне, модификация Long War of Chosen здесь похожа на Skywind. В неё никто ещё не играл, не считая альфы и вот новоявленной беты. Ну а на априоре лучшее и лучше оригинала. Ну да, ёжики плачут, но кактус жрут. Так вот, я хочу вам предложить альтернативу. В течение двух недель я подбирал модификации для XCOM в версии World Chosen. Тестировал их на пригодность, баланс, забагованность. И спаял для вас полностью работоспособную сборку, в которую сам с огромным удовольствием поиграл. И вам теперь могу её порекомендовать. Если вы любите XCOM 2, но уже устали от него, то в подобном преображённом виде он даст вам новые впечатления. Особенно если вы, как и я, уже успели от него отдохнуть. Конечно, я 100% на это не поставлю, но с высокой долей вероятности будет именно так. Поэтому, если вас заинтересовало моё предложение, приготовьте свои бубны. Сейчас начнём шаманить. Хотя, в этот раз справедливости ради надо сказать, что шаманить и не придётся практически, ведь я уже всё сделал за вас. Благо, Steam подарил нам хороший инструментарий. Если загружать модификации через него, а именно этим мы сегодня и займёмся, то каждый может составить свою сборку, в том числе и я. Поэтому всё, что вам остаётся, это просто жать на кнопку установки модов. А теперь, по традиции, давайте пройдёмся по тем самым модам и поглядим, как они преображают игру. Уж чего, а модов в этой версии XCOM в достатке, да. Давайте начнём с каких-нибудь приятных мелочей. В первую очередь, XCOM это симулятор боевых действий, и немалое внимание тут уделено конкретно бойцам. И хотя сам не жаловался в своё время на то, что кастомизация это не самое важное в игре, тут это не будет лишним, тем более сладкой я приберёг на потом. Итак, моды Мэйл Хэйр Пак и Фимэйл Хэйр Пак. Добавляют новые прически для мужчин и женщин, соответственно. Откровенно говоря, имеющиеся сделаны так себе. Парочка хороша, но оба пола, остальное какая-то посредственность. Да, кому-то нравится, когда бойцы бегают в шлемах, тогда же, в принципе, реористичнее в боевых-то условиях, а кому-то, когда с непокрытой головой. Почему бы и нет, в конце концов, у нас же тут война, пули над головой свистят, что может пойти не так? Так, шутки шутками, но раз уж боевые действия тут состоят из условностей, то почему бы и этими условностями не воспользоваться, добавив красивые прически персонажем, к которым так привязываешься за игру? Вот, кстати, насчёт касок. Добавленные прически, к сожалению, не были адаптированы под покрытые головы, поэтому, когда вы одеваете на такого персонажа шлем, то он, собственно, полностью волосы закрывает, а точнее заменяет их. А вот если надеть на бойца, скажем, шляпу или ещё какую-нибудь кепку, то волосы, не стесняясь, будут проходить сквозь неё. А что делать? Так что, если для вас носить кепки принципиальное дело, то, увы, ах. Но что-то мне подсказывает, что вам не захочется так расстраиваться из-за пары кепочек, да? А всё почему? А вот почему. Мод Капан... Капанбабс Аксессорис. Тьфу ты. Извините, английский всё ещё не выучил, хандехох и всё такое. Так вот, этот самый хандехох добавляет в игру целую прорву шапок, касок, масок, причём сделанных крайне аутентично и качественно, как и прически из прошлого пункта. Да, тут тоже есть береты, сквозь которые проходят новые причессоны, но также полно и закрытых шлемов, а также элементов на низы, верх лица, что будет очень полезным при кастомизации персонажа. Также можете обратить внимание на мод Кетарос Киборг Скарс. Во как. Он добавляет, правда, не шрамы, а скорее, даже не знаю как сказать, создаёт видимость повреждения лица Терминатора. Ну, знаете, тот самый, с которым постоянно щеголял Арнор Чфарсен Фюгиль, или как его там, и с которым любят до сих пор фотошопить своей фотографией фаната киновселенной. Выглядит красиво, хотя, как ни крути, это всего лишь текстурка, и порой это видно. Откровенно говоря, этот мод у меня так и не прижился, поэтому в коллекцию я его не добавил, но, возможно, вам приглянётся. Но зато в коллекцию я добавил более интересный мод Стэнфери Модулер Хелметс, который добавляет несколько новых шлемов. Особенность в том, что шлемы именно модульные. Можно сразу выбрать его как шлем, а можно отдельно, например, на мордник и визор приделывать без покрытия головы. Кстати, визоров довольно много, и все некрасивы, и практически не нарушают атмосферу игры. Сразу оговорюсь, коль на то пошло, почти все моды так или иначе её нарушают. Например, эти визоры и шлемы выглядят явно технологично. Не может таких технологий быть у XCOM, а во всяком случае на ранней стадии развития. Однако, кого это волнует? Тем более, что это лишь визуальный элемент. Технически на оперативнике будет всё та же броня, что вы сами и мы выбрали. Так что не советую слишком уж заморачиваться по этому поводу. Мод Templar Gear добавляет несколько новых элементов брони для храмовников. Если вам, как и мне, нравится этот класс, то такие вещички вам придутся по вкусу. Необычный мод Female Clothing Pack добавляет одежду для женских персонажей, а необычен он тем, что добавляет неуместную одежду для женщин. Неуместную, но красивую. Ну то есть, с одной стороны, ну какого хрена на боевое задание бойцы выезжают в маечках и шортиках, или в вечерних платьях, или вообще в бандаже. В такие моменты чувствуешь себя верно на мараше, отчитывающем пьянку, которая полезла на нильфов распахнутой рубахе сиськами наружу. С другой стороны, ё-моё, ну блин, красиво ведь. Одёжка и правда качественно выполнена. Я долго думал, включать её в сборник или нет, и всё же решил включить. Потому что это мой сборник. И, пользуясь правом хозяина, я творю, что хочу, а вы терпите теперь. Да и вообще, не нравится, можете не трогать. Просто будет валяться в гардеробе. Для коллекции. Мод New Heads Pack. Добавляет новые лица для бойцов. Увы, только женские. Мужиков опять обделили. Впрочем, нам не привыкать. Да и вообще, у мужиков есть шикарные бороды. Из того же набора причесок. А вот у женщин такого нет. Ну то есть как нет? Сейчас же это 2014 год. Надо толерантно относиться к этому. Женщины имеют полное право носить густые бороды. Ведь у нас равны конституционные права. Пожалуйста, не ставьте мне дизлайки. Ладно, хватит хернёй страдать. В общем, мод добавляет несколько красивых женских лиц. Лица те, кстати, от персонажей из других вселенных. Моё любимое личико Миранды Лоусон. Оно подходит всем. Только не переборщите, чтобы у вас по полю боя клоны не бегали. Чей, не Звёздные войны всё-таки. К слову, мод на доспехе клонов и Звёздных войн тоже есть, как и на доспехе космодесанта. Тут вообще много всего есть, но я их не использовал, ибо не хочу ломать атмосферу игры. Но вы при желании можете смело их найти. Не бойтесь, Тим вас за это не съест. Максимум предложат пару десятков игр купить. К слову, лица хоть и красивые, но вот раскраски и шрамы на них отрисовываются неверно. Поэтому придётся обходиться без них. Баги, что поделать. И раз уж речь зашла о Миранде Лоусон, то я решил чисто для себя понаглеть и поставить мод Jack Squad Mate, который добавляет одёжку у Jack. В принципе, мне от неё одного топика достаточно. Да. Для того, чтобы превратить корабль в притон. Однако, согласитесь, выполнено со вкусом. Также для баловства я попробовал мод EU Psy Armor. EU это Enemy Unknown, то бишь это пси-броня из первой части. Улучшение чисто формальное, так как никаких бонусов она не даёт. И, собственно, её отличие от основной брони и просто внешний вид. Хотя автор вроде как обещал потом делать какие-то бонусы для неё, но мало ли что он обещал. Сейчас ничего нет. Вид, надо сказать, неплохой. Но совсем не то. Всё-таки стиль первой игры далеко не везде подходит второй части. Это видно и по некоторым другим модам, которые возвращают элементы первой игры. Так что можете посмотреть этот мод тоже, но в коллекцию я его не включил. Ещё мне понравился костюм из мода Leona Customization Pack. Костюм этот из какой-то игры, не знаю какой, да и неважно. Первое время у меня с этим бегала Снайпер. Красиво смотрится, хотя, опять же, не по-боевому. К этому моду я ещё присобачил мод Tekken 7 Ninos Gear. Схема та же. Женский костюм, пригодный для борделя или сексуальных прелюдий, но никак не для боя. Но раз ж начал грех останавливаться. Простите меня, слоняши это такова. По-моему, на этом мои поползновения в данном направлении заканчиваются. Но всё-таки это не все косметические моды. Мод TLP Lux for All позволяет классам из DLC, ну то бишь храмовникам, заступникам и жнецам, использовать броню обычных пехотинцев и друг друга. Зачем это нужно? А не зачем это не нужно. Просто визуальное разнообразие. Радует глаз, зуб и селезёнку. А вот модификация Unrestricted Customization. Вещь уже интересная и, наверное, всё-таки неудобная. С одной стороны, она делает интересную вещь. Дает возможность кастомизировать доспех бойца так, как вам угодно. То есть в каждый слот ставить что хочешь. Торс, руки, правое, левое, также плечи, ноги, голени, бедра, обвес торса. Все эти предметы теперь можно выбирать отдельно. Притом, мод плюёт на соответствие предоставляемой брони вашему технологическому уровню, когда дело доходит до модов. Он просто достаёт вообще все имеющиеся элементы из игры и всех модов, что у вас установлены, и расфасовывает их по фильтрам. Лёгкая броня, пластинчатая, силовая, обычная одежда, гражданских, доспехи XCOM, ну и так далее. Ну что-то сказать, плюсы очевидны. Можно кастомизировать персонажа как душе угодно, комбинируя доспехи или даже наслаивая их друг на друга. Для извращенцев, плюющих на логику, доступны элементы из модов без необходимости нужных исследований. Ну просто потому, что моды не рассчитаны на совместимость с этим плагом. То бишь, они не конфликтуют, нет, тут просто будет вот такая вот недоработка. Но самое классное, что тут есть, это кнопка рандомизировать, после нажатия на которую вы получаете 10 вариантов работы местного поротого в щи рандомайзера. Приготовьтесь узреть самых страшных уродов планеты Земля. После одного взгляда на них адвент должен был распасться и при прыжку смыться с планеты, причём пешком на пердючной тяге. Ну, правда, такие вот чел-медведы-свины получаются лишь в 50% случаев. В других 50% рандом лепит отличных бойцов, которых не стыдно прям вот сразу в бой посылать. Брутальных, оснащённых, причём реалистично оснащённых. Понравившийся шаблон можно дотесать руками, благо теперь открыты ячейки, скажем, обвеса, торса или пояса. Рандомизировать можно сколько души угодно. Можно скопировать экипировку и потом вставлять её нажатием одной клавиши. Это тоже удобно. Но у мода есть и минусы. Во-первых, как я уже сказал, если у вас установлены моды, в которых есть модельки, то Unrestricted Customization... Фу, язык сломаешь. Не постесняется их оттуда достать. Иногда доходит до маразма. Например, он вытащил мне модельки роботов из другого мода, о котором позже. Но это мелочь. Во-первых, часто модельки разных частей тела будут просто не состыковываться, порождая разрывы в режущие глаза. Особенно этому подвержен рандом в теории. Хотя, почему-то у него с этим работать получается лучше, чем у меня. Ладно, это неизбежный момент. В-третьих, нагромождение моделек показалось мне неудобным. Несмотря на наличие фильтров, это всё-таки напрягает. Особенно если много модов на одёжку или на доспехи. В-четвёртых, рандом шутит злую шутку с бойцами-новобранцами, из которых лепит тех самых уродов, о которых я рассказывал ранее. Причём, что важно, на низком технологическом уровне. То есть у них нет супер-масок и мега-доспехов, чтобы прикрывать ими срам в виде нестыкующихся друг с другом моделек. Ну и плюс к тому же, они не стесняются наслаивать элементы доспеха друг на друга, что порой выглядит по-идиотски. Да что там, порой и всегда оно выглядит по-идиотски. В-пяток, когда вы надеваете новый доспех, визуально ничего не меняется. Хотите изменений, лезьте в конструктор сами. Вот это, наверное, самое неприятное. Но все эти недостатки меркнут по сравнению с достоинствами. Кстати, помните мод Templar Gear? Так вот, мне удалось навесить храмовые цацки на бойца, а снять фигуршки, снять я их смог только с модом, о котором сейчас вам рассказал. Возможно, это только Templar Gear так шалит. Я не знаю. Мод отличный. Рекомендую. Ну и напоследок, моды Missing Russian Voices и Russian Voices Extension возвращают в игру русские голоса. А то чё, всё не по-людски-то, а? Когда какой-нибудь Иван, бородой лопатой, говорит «Of course I understand», я вот нихрена не understand. Чё, так сложно было портировать хотя бы голоса из первой игры, немного дополнив их под стелс-схемы, а? Теперь это безобразие будет прекращено. Ну, за исключением стелс-схем. Оперативники всё равно будут в режиме скрытности орать, как резаные. Ну, зато орать по-русски. Для особых извращенцев могу порекомендовать «Чики-брики-мод», добавляющий солдату озвучку, выдранную из игры «Сталкер», причём отобранную именно бандитов. Коллекцию я его не добавил, но если вы вдруг решите, что бегающий посреди поля бойцинопланетянам неоперативник, кричащий «Чики-брики в дамки!» или «Бля, пацаны, маслину поймал!» Это смешно, вы и сами его найдёте. Он довольно-таки популярный и старый. Хотя да, это смешно, чего уж там. И да, кстати, для модов на русский шпрехен необходим мод «More Nations and Names», который я также заботливо включил в коллекцию. Добавляет множество новых имён для персонажей. Хотя мододел откровенно схалтурил на самом-то деле. Во-первых, имена под копирку, во-вторых, мне попадались сплошные арабы и китайцы. Нет, я в курсе ситуации на планете, но не до такой же степени. Зато вот переводчик этого мода постарался на славу, фактически переписав кучу имён с нуля. Про переводы позже отдельно расскажу. Главное, что теперь никакого транслита, всё русскими буквами переписывать не надо. И с этим модом у меня был забавный случай. Ещё до его установки я назвал персонажа Асока, в честь Асоки Тано. И через некоторое время она, при переходе на третий уровень, как это и бывает, получила кличку. Вейдер. Совпадение? Ну, я даже не знаю. Такие вот дела. А пока что это все моды, призванные кастомизировать визуальную часть наших бойцов. Да, вы наверняка подумали, что теперь придётся проводить до хрена времени, кастомизируя бойцов, выбирая один вариант из десятка крутых. Ох, вы даже себе не представляете, как вы ошибаетесь. Нет, дорогие мои детишки, вы не будете проводить с ними до хрена времени. Вы будете проводить с ними всё ваше время. Вы будете жениться и выходить замуж за ваших бойцов, вы будете с ними во время еды и работы, вы даже спать будете за монитором. А всё потому, что мы переходим, наконец, к модам, меняющим геймплей. И раз уж мы начали с нашего отряда, то так и продолжим. Наверное, вы и сами заметили, как мало классов в оригинале. Да, Война Избранных прислала три новых, но они уникальны, и их нельзя назначить любому бойцу. По факту, классов всего пять. Солдат, пулемётчик, он же гранатомётчик, снайпер, он же пистолечик, рейнджер, он же дробовещи... дробовщи... О, скотина несчастная, как это произносится? Дроб... Он бегает с дробовиком. Всё. Ох, откуда эти слова-то беру? Ещё и специалист, медик и хакер, два в одном. И ещё псевони, когда проведёте соответствующее исследование, который растёт в звании вообще по своим личным нормативам, лишь в учебке. Маловато будет. То есть, вот, дело не в количестве, конечно, а именно что в качестве. Но вот, хочу я специалиста по тяжёлым пулемётам. Нафига ему эта дурында за спиной? Если я хочу ковбоя с пистолетами, на кой пёс ему снайперская винтовка, длиной с него же? Частично этот недостаток призван решить мод Elong War 2 Classes and Perks. Собственно, это конвертация одной из основных частей мода Long War 2, добавляющей новые классы. Теперь разнообразия стало заметно больше, бойцам отныне выдана определённая свобода развития, больше нет таких жёстких рельс, как раньше. Для работы этого мода необходим другой мод New Promotion Screen by Default, который по умолчанию делает экран прокачки, как у новых классов из Войны Избранных. Во-первых, он красивее, это важно. Во-вторых, нету, во-вторых, он просто красивее. Но я неспроста так скудно описал данный мод на классы. Дело в том, что я не считаю Long War 2 идеальной. Есть моменты, которые меня в ней абсолютно не устраивают. И этот один из них. Мне не нравится этот мод, он всё ещё не даёт раскрыться персонажам на полную катушку. Там всё ещё есть те самые рельсы развития. Поэтому два этих мода не вошли в коллекцию. Зато вошёл другой, который мне понравился гораздо больше. Называется он Musashis RPG Overhaul. И это именно тот мод, благодаря которому вы будете проводить с бойцами очень много времени, благодаря чему вы не захотите их терять. Итак, во-первых, каждый новобранец при получении нового звания получает также две черты. Я их называю потенциалом развития. Скажу на примере своих бойцов. К примеру, одна женщина получила характеристику, благодаря которой кислота в её руках разъедает броню противника и наносит больше урона. Более того, на каждом задании она получает дополнительную бесплатную кислотную гранату, не занимающую ячейку. Это ли не прелесть? В последствии я сделал её гранатомётчиком, выдав разрывную и его генную гранаты. И вот у неё уже три типа гранаты для метания. Вот. Вот что я имел в виду, говоря о потенциале. Или, к примеру, другой боец у меня получил стабильность прицеливания при ответном выстреле. Пожалуйте в часовые. Лучше стража не найти. Притом, такие начальные характеристики могут сказываться порой и отрицательно. Вот, например, персонаж меткий, но получает дополнительный урон от попаданий. Не беда, сделайте его снайпером, который действует из-за спин товарищей. Персонаж хорошо критует, но лишь в полсилы сражается с противником здоровее его? Ну так сделайте его здоровее всех. Либо же определите в разведку, бегающую в маскировке по карте и плюя на боеготовность противника. Притом, один из модов забегает вперёд, усовершенствует систему скрытности. Поэтому оставаться невидимым в разгар боя – дело лишь удачи и тактики. Но об этом позже. То есть, каждый персонаж получает две характеристики, дающие ему преимущества и, как правило, недостатки. Это только начало. Как же меня бесил тот факт, что классы оперативникам присваиваются рандомно. Ну на кой хрен мне делать гранатомётчикам того, кого я прочил в снайперы? Но игре пофиг. А теперь пофиг нам. Рядовой имеет лишь те самые две характеристики, но вот с первым уровнем мы можем, наконец, вложить очко в одну из веток. Этих веток до хрена. Штурмовик, часовой, гранадир, ракетчик, разведчик, ассасин, снайпер, наводчик, хакер, медик, пулемётчик. Я даже, наверное, некоторых забыл ещё. И мы полностью вольны распоряжаться классом. Хотим сделать его снайпером? Пожалуйста, вкладываем очко в снайперскую стрельбу. Хотим его в разведку определить? Расплюнуть. Самое интересное то, что даже если мы дадим солдату навык разведчика, это не запретит ему становиться снайпером. Всё потому, что теперь любой боец может взять любое оружие. Булап, винтовку, дробовик, пулемёт, снайперку, ПП, что угодно. Так класс в первую очередь и определяется. Притом это касается и вспомогательного снаряжения. То есть мы можем всучить гранатомёт или гремлина кому угодно. Лишь бы в этом был толк. Но и да, при повышении уровня мы не обязаны прокачивать ту ветку, которую начали ранее. Есть навыки, которые можно взять только прокачав предыдущие из ветки. Да, но их мало. Как правило, мы вольны как угодно распределять очки. Вот, например, тому же снайперу очень поможет умение пулемётчика пробивать броню выстрелами. А бывает так, что солдат оказывается гением и при должном везении быстро накапливает очки. Так что тут два навыка сразу взять не грех. Превращая таким образом бойца в машину для смертоубийств. Кстати, не бойтесь, баланс это не рушит. Игра всё ещё сложная, только с одним условием. Играть надо на сложности ветеран и выше. Иначе смысл пропадает. И таким образом, если у вас, например, есть желание сделать ковбоя с тесакомой и пистолетом теней, который будет палить по всем видимым врагам, да пожалуйста, помех больше нет. И даже это ещё не всё. Теперь после получения уровня каждый боец получает несколько очков опыта. Количество их зависит от смекалки и природных талантов солдата. В итоге мы можем распределять их по характеристикам как душе угодно. Самое сложное, как правило, это прокачивать здоровье и мобильность. Они универсальны и чем дальше, тем сложнее. Но при правильном подходе и должном везении можно сделать так, что снайпер станет дико метким, притом не став дисбалансным, что самое замечательное. Убивает тут очень легко, надо сказать. Или вот ниндзя сможет носиться по полю, рубя всех подряд направо-налево. Или вы нового солдата, теперь хрен попадёшь, потому что он прокачал уклонение. Всё это отлично сочетается с ПБМ, если что. Такой вот замечательный мод. Однозначно жемчужина коллекции. Не забывайте, что есть ведь ещё три класса бойца от фракции и псионик. Честно говоря, от такого изобилия порой кружится голова. Хочется попробовать и того, и другого, и можно без хлеба, и сперва даже покажется, что тут слишком много всего. Но чем дальше в лес, тем толще партизаны, так что не переживайте, всем на всё хватит. Из минусов, на экране призыва персонажа в бой все классы почему-то по-прежнему обозначены как солдат, поэтому ориентироваться приходится исключительно по именам. Как по мне, недостаток серьёзный. Ну, не помню я, кто есть кто, много их больно. Ну, что поделать. Но, кстати, этот мод требует для работы несколько других модов. Первый это X2 Watch... Ну, короче, комьюнити Highlander, который является этаким комьюнити патчем, исправляющим некоторые баги и добавляющим новые скриптовые возможности. Он просто нужен для работы других модов, вот и всё. Второй это Secondary Weapons. Это ещё один мод из линейки Long War 2. Добавляет несколько видов второстепенного оружия, такого как обрез, боевой нож, электрошокер и целеуказатель. Все образцы можно улучшать вслед за основными пушками. К ним также добавлены и способности, например, целеуказания или выстрел дуплетом. Очень мощный, кстати, однажды спас меня в почти безвыходной ситуации. В целом этот мод можно рассматривать как приятное дополнение, а не как нечто невообразимое. Ещё один мод, необходимый для работы RPG-мода, Primary Secondary S. Вот тут уже интереснее. Он превращает вторичное оружие в первичное. То бишь, мы теперь можем как первичное оружие взять клинок, а как вторичный, наоборот, пистолет. Казалось бы, мелочь. Однако часто бонусы классов, особенно в RPG-моде, распространяются именно на первичное оружие. Как вы уже поняли, оно отлично сочетается друг с другом, поэтому и работает в цепочке. Более того, даже клинки теперь можно модифицировать на манер оружия. То есть не в лаборатории, а в опциях оснащения. Правда, есть баг с возможностью поставить на меч автозаряжение, но это не страшно, честное слово. И да, кстати, я разом поставил столько модов, что, честно говоря, местами запутался. Я обнаружил, что обвес для оружия теперь работает несколько иначе, но не могу определить, к какому именно моду это относится. Наверняка к тому, о котором я сейчас говорю. В общем, добавились новые обвесы, к примеру, прицел, превращающий обычную винтовку в баллистическое оружие на вручке снайперки, глушитель, который отлично сочетается с модами на стелс и позволяет любому бойцу с глушителем окижницу оставаться невидимым. Кроме того, при наличии нужного количества глушителей можно вообще собрать команду ассасинов. Но об этом позже. Автозаряжение теперь работает иначе. Каждый новый ход оружие автоматически заряжается на 1, 2 или 3 патрона. По-моему, это более реалистично, нежели изначальная версия. Ну и плюс на клинки всякого обвеса добавилось. Как я уже сказал, не знаю, какой мод из этой отвечает. Вполне возможно, что все понемногу. Но просто знайте, что у вас это тоже будет, если скачаете весь мой набор. И последний необходимый мод это Better Second Wave Mod Support. Он добавляет несколько новых опций второй волны, связанных с модом RPG Overhaul. Например, возможность выбрать самому те случайные навыки солдат. Правда, из ограниченного уже списка. Ну и все в таком роде. Пользоваться этими настройками не обязательно. Они просто есть. И все тут. Ну и чтобы дополнить картинку новой системы классов, мод I'm the Commander Here как бы заявляет, какого, мол, хрена. Он дает возможность пересбросить класс персонажа за деньги при наличии учебки, конечно. А то часто бывает так, что те, за кого вы радеете душой, получают какие-то совсем уж идиотские способности, а случайно мимо крокодила становится им бой. Теперь вы вольны, який командир отправлять солдата на переосмысление смыслов, так сказать. И учитывая новую систему прокачки, этот мод будет не лишним. Что же, на этом пока остановимся. Это не единственный мод, изменяющий наших солдат. Но мне показалось, что вы немного заскучали, глядя на то, как подарками осыпает именно Икском. А как же, собственно, те, с кем воевать, спросите вы? Как же? Адвент, инопланетяне? Отличный вопрос. Разумеется, противник просто-таки обязан дать нам дроздай, заставить вдумчиво экипировать и развивать бойца. А тут что? Зачем мы тогда все эти моды на прокачку ставили? Что же, здесь у сборки тоже все в порядке. Начнем с мода A Better Advent War Rose Chosen. Он добавляет на просторы матушки земли новых уродов-захватчиков. Да че греха таить, они все сделаны на основе старых. Таков уж инструментарий, сделать что-то принципиально новое он не позволит. Но вот, на основе готового противника сделать нового заменной модельки, разумеется, это как пить дать. Ну так вот, пить подано. Встречайте, новые виды архонтов, сиктоитов, берсеркеров, мутонов, змей, салат Адвента и вообще всего, что есть в игре. Или почти всего. Тут столько всякой шушеры понаехало, мало не покажется. Шушера, кстати, не просто косметические изменения претерпела, нет. Она заимела новые возможности. К примеру, помните копейщик Адвента? Мерзкий дядька, всегда меня бесил. Теперь вот он меня бесит еще больше, ведь появился тяжелый копейщик. То есть, не тот тяжелый копейщик, который такой же, только больше брони жизни, нет. Этот именно новый. Он облачен в тяжелую броню, своим ударом отбрасывает бойца и поджигает его. Да и сам он заметно толще. Или вот сиктоит, специализирующийся на массовом поднятии пси-зомби. Или бронированный берсеркер. Всех не перечесть. Просто играйте и с ростом прогресса увидите, как много уродов понаехало в наши края. Теперь одиночные противники. Адвент Дженерал Ревамп. Меняет генерал Адвента. Теперь он визуально и по навыкам похож именно на генерала в войск Адвента. Победить его стало заметно сложнее, да и пафосный костюм не лишний. Мод Адвент Псайопс. Это, конечно, замечательно, что хромовники раскрыли секрет кристаллов Элэрия, но почему Адвенту-то они неизвестны? Это же логично. Короче, теперь на поле боя псайкер Адвента с аналогичными клинками. Мощный и резкий, как поносы, и тяжкий на убой. И отлично даст прикурить целому отряду, если его недооценить. И при том, на высоких сложностях, один такой пси-боец может по-хитрому истребить половину вашего отряда. Так что не изъевайте. Мод Алиан Элит Пак. Добавляет сразу три держа морды. Командиры сектоидов и элитных вайперы и мутона. Выглядит красиво, дерутся, остервенело. Бесят умеренно. А вот кто бесит сильнее, так это бронированный вайпер из мода Armored Viper, собственно. Это тот же вайпер, то бишь мерзкий гадкий змей, дужащий солдат и травящий их полонием. Только теперь он закован в тяжелую сегментированную броню, из-за которой его теперь еще тяжелее убить. Гниду эту бронированную. А если вдруг в какой-то момент берсеркеры начали вас смешить своей немощью, то на помощь им придет Омега Берсеркер. Жирный, как я не знаю что, и резвый, как бешеная собака. Вот уж тогда-то вам он даст просраться. Этот хер атакует случайного бойца после каждой вашей успешной по нему атаки. Посмотрим, кто будет смеяться последним. Еще один интересный мод нашел. Целатид Алиан. Добавляет какого-то совсем уж нового пришельца на поле боя, называемого Целатидом. Мерзкая дрянь, плюется ядом и выглядит как левитирующая какашка. Зато из нее можно сделать красивый Етаган и Турель. Из нее, в смысле из Целатида, конечно же, а не из какашки. Етаган очень неплохо режет и отравляет врага. Турель тащится, как предмет в инвентаре и разворачивается на поле боя по команде. Как и положено Турели, может стрелять дважды подряд. Мод я нашел уже когда писал сценарий, а он вроде бы как требует начала новой игры. Однако, несмотря на подобное уверение, Целатиды и исправно появлялись. Советую поставить, пришельцев много не бывает. В дополнение к этим уродам отлично подойдет мод Сектоид Абдюктор. Абдук... Абдуктор. Короче, Кондуктор. Добавляет нового Сектоида. Вы не поверите, еще уродливее прежнего. Вы думали, постоянные попытки взять вас под ментальный контроль, это пик бесячества. Тогда попробуйте нового Сектоида со вкусом горящей жопы. Этот любитель человеченки оглушает бойцов выстрелами, и если оставить оглушенного бойца без прикрытия, похищает его нахер с поля боя. Прямо как избранный. А даже если похитить не удастся, то оглушенный боец это чуть лучше, чем мертвый боец. Так что не подставляйтесь. Мод Креатив Ксенос Архонтс добавляет новые виды Архонтов. Это и Валькирии с сиськами, между прочим, и Шаманы, и Праймы, и еще черти кто. Как и в случае Мутонов, новые Архонты легко отдадут люля кебабов задевавшемуся командиру. Вы ведь все еще помните, какие они мерзкие. Теперь помножите на два. То-то же. Ну и на сладкое. Мод Биодивижн 2.0. Он представляет собой доработанную солянку из модов, добавляющих войска Адвента с приставкой Био. Я бы охарактеризовал это так. Нурглеты. Долбанные нурглеты, детишки. У них хватает наглости не только носить зеленый цвет и немного измененную броню Адвента, но еще и кидаться кислотными бомбами, при смерти взрываться кислотным облаком, травить бойцов кислотными пулями и вообще всячески нарушать кислотно-щелочной баланс на поле боя. Особое удовольствие доставляют оборотни. Технически это солдаты и безлики с измененными текстурами. С другой, почуяв неладное, раненый солдат превращается в здорового био-безликового. Ну и еще у них есть толковый робот на основе стандартного образца. Отлично разноображивает ряды врага. Вообще есть такое слово разноображивает? Неважно, теперь есть. Не забывайте также, что все эти гаврики подлежат вскрытию, а следовательно, всегда можно получить новые железяки для бойцов или хотя бы улучшения. Однако, это еще не все. Да, мы сильно расширили ряды пришельцев и Адвента, но это одна фракция. А помните тот же Экзальт из первой части? Отдельная фракция, воюющая со всеми сторонами конфликта за свои интересы. Ну так вот, она вернулась. Ну то есть как вернулась? Это уже не Экзальт. Называется эта бригада инициатива МОСХ. Тут должна быть шутка про то, чтобы вы не взорвали свой МОСХ, но она настолько убогая, что я не буду ее зачитывать. Лучше продолжу. По словам автора мода, МОСХ это именно что Экзальт в своем завершенном виде. По факту, люди-террористы, воюющие на стороне Адвента, хоть и являющиеся отдельной фракцией. Чем они особенны? Тем, что по факту они такие же, как и наши бригады, со своими инженерами, снайперами, штурмовиками и прочими стандартными классами. Они также имеют личные имена, также растут в технологиях. Все было бы отлично, одно но. Это наши противники. Инициатива МОСХ, как и последующая фракция, о которых я скажу, включены в Ситрипы. Ситрипы – это рандомная ситуация на поле боя. К примеру, в округе замечены кресолиды, шеф, берите дробовики, или нашествие странников, или те самые улучшения Адвента, которые мы пытаемся не допускать, вроде ядовитых пуль. Все это Ситрипы, или Сетрипы, не помню уже. То есть, Бойцов МОСХ можно случайным образом встретить на любой миссии. Ну, кроме сюжетных, которых очень мало, как вы помните. И все-таки пропал дух Экзальта, да. А как же противостояние врага с врагом, а ты сидишь в кустах и наблюдаешь? Вернуть этот дух нам помогут моды серии Rider Faction. Это ROG XCOM Operatives, Phantoms, Marauders, Bandits и Cult of Jaria. Бандиты – это, собственно, бандиты и есть. Самые обычные юдишки, причем все поголовно с говноснаряжением. Даже когда вы изучите лазерные технологии и экипируетесь, эти кретины все еще будут бегать со старыми пухолками чуть ли не до военного образца. Тут, конечно, нельзя не сказать о том, что обнаружить на поле боя две сражающиеся фракции и наблюдать за ними, оставаясь незамеченными – отдельное удовольствие. Смотреть, как твои враги бьют друг другу морды – это достойно левой пятки Цинча. А главный приз победителя – честь сразиться с вами, ударяющими из-под тишка. О, да. А почему бы и нет? Хитрый солдат – побеждающий солдат. Бесхитростный солдат, как правило, мертвый солдат. Нам ведь трупы не нужны? Свои. Главное – не спалиться перед сутящимися бойцами, спешно занимающими позиции друг напротив друга. Ну и вот, возвращаясь к бандитам. Хрен они там сопротивление окажут Адвенту, даже не мечтайте. На ранних уровнях, безусловно, но потом их главное назначение превратится в такую, знаете ли, инициативу поднасрать. В противовес инициативе мозг. Поднасрать они могут, да. Ранить кого-нибудь критом всегда, пожалуйста. Помните, как спавнят сопротивление на миссиях по террору? Вот и бойцов спавнят так же, то есть группами могут даже друг рядом с другом. Видите ли, технически игра не рассчитана на иные фракции. Да, есть странники и сопротивление, но о последнем я уже сказал, там реалистичностью и не пахнет, а странники специально появляются из ниоткуда, мол, сбегаются со всей округи. И пока мы не обнаружили, скажем, обе фракции на поле боя, бандитов и Адвент, они и друг друга видеть не могут. Движок просто не рассчитан на такое. Секрет в том, что у них нет искусственного интеллекта. Пока мы на них не смотрим, они как бы не существуют. Вот так вот. Поэтому я и упомянул про качественно проведенную разведку. Учтите это. Ну да ладно, в гузна этих бандитов, тут кое-что поинтереснее есть. Фантомы — это предатели из числа жнецов. Мародеры — это так и не определившиеся со стороной бывшие солдаты Адвента. А кульджарии — это обезумевшие от мощи леревых кристаллов хромовники. Ну то есть это те же новые фракции из войны избранных только на стороне врага. Вот эти дядьки уже серьезные противники, как для нас, так и для Адвента. В простых технологиях, как и мы, менее зли не становлясь. Фантомы и мародеры — это, понятно, жнецы и заступники — серьезные бойцы, а теперь представьте, что они сумеют сделать против нас. Культ Джарии представляет из себя, как правило, одного-двух хромовников в сопровождении нескольких культистов. Это такие дядьки и тетки полуголые с оружием в руках. Отличаются остервенением в бою и посмертным варповым взрывом. Ну а что из себя представляют хромовники, вы и сами знаете. Но интереснее всех парни из мода Rock XCOM. Помните, в обзоре на последнее официальное дополнение для XCOM я упоминал, что было бы классно увидеть, например, историю людей, пожертвовавших свои тела на благо человечества, став мутантами и киборгами. Война проиграна, и куда им теперь деваться? Они же станут просто изгоями. Это была бы интересная история с драмой. Но увы. Однако есть мод. Без драмы, но зато с бывшими хромовцами, нахер шлющими и нас, и пришельцев. Они представляют из себя оперативников с оружием и доспехами старого образца, причем независимо от технологического уровня. Помимо обычных оперативников, мы вполне можем встретить и тех самых киборгов. Вот тут как раз виден стилистический контраст между первой и второй игрой, ведь модельки были перенесены почти без изменений, как и текстуры. Но это мелочь. Враги, они серьезные. Больше всех меня удивила танкетка. Помните такие, да? Мы их строили, такая вот турель на колесиках. Одна такая нагло вкатилась на крышу и принялась расстреливать моих бойцов со спины. Дело в том, что я не сразу понял, откуда она вообще и из-за кого. Какого хрена тебе здесь вообще надо? У меня в тылу, иди отсюда, глупая турель. У нас тут уже есть новая турель, умная и плазменная. И шкуры с жопы этого красавца Целотида. Как вы поняли, враг это серьезный. А наблюдая за их боем с Адвентом, можно вступать как третья сторона, если, например, силы Адвента велики, или использовать их как точку отвлечения врага. Либо подождать, пока одна сторона не истощит другую и добить оставшихся. Выбор за вами. В любом случае, это весело. Все эти моды серии Rider Factions добавляет мод Rider Faction Bases, добавляющий базы всех этих фракций на глобальную карту. Найти их можно, как и обычные объекты, через секретные задания. Если вам, например, надоели бандиты, отключать мод не стоит. Так, угробить скрипты, расплюнуть. Просто штурманите их базу и все, они перестанут появляться, прямо как избранные. То же самое касается и всех остальных сторон, включая мозг. Ну и, конечно же, вся эта братья, все эти псайкеры, сиктоиды, мозг и прочие летающие каки, должны не просто присутствовать на поле боя, тупо нагружая центральный процессор вашего бога машины, но и толково сражаться. В этом им поможет незаменимый мод Better AI, улучшающий искусственный интеллект. В кои-то веки пришельцы и прочие поползни начали использовать свои навыки с толком, а не как попало, лишь бы кинематографично. Скажу я вам, с этим модом не тяжело проиграть и на нормальном уровне сложности, что уж говорить про ветерана или упаси господи, терминатора. Долго описывая все ништяки и изменения, просто поверьте на слово, они стали умнее. А лучше не верьте, сами проверьте, дорогие мои гении тактики. Ну и еще несколько модов, улучшающих вражью сторону. Мод Golden Path Missions Revamp меняет спаун врагов в сюжетных миссиях. Это что обучающие, что центральные. Там везде будут именно стандартные пришельцы, притом слабые, ибо почему-то основные миссии плохо коррелируют с вашим технологическим прогрессом, попросту не успевая за ним. Ну и апофеоз в итоге происходит на финальной миссии в комнате с аватарами, где прут одни те же враги средней сложности, хотя, казалось бы, конец игры же. Теперь это исправлено, враги станут сильнее, а в финале из порталов на вас вообще попрут не только привратники с сектоподами, но и мразейшие из модов. Био-войска, все эти сектой до цыгани, супермутоны, архонты праймы с сиськами, без них скучно не будет. А финальная миссия, это же, наверное, лучшая миссия в игре, так что что ж там, веселитесь. А чтобы веселиться было приятнее, принимайте мод New Target Icons. Он меняет иконки противников. Вы и сами все видите, теперь они разнообразнее, и по одному взгляду можно определить, кто где. Есть даже иконки для модов. Вот такие пироги. Но наверняка вы уже подумали, а есть ли недостатки у этих модов? Да, есть. И самый серьезный из них лежит на поверхности. Игра просто не рассчитана на присутствие столь большого количества солдат на поле боя. И дело тут не только и не столько в производительности движка, хотя и это тоже, чего уж там, сколько именно в количестве врагов на карте. Ведь при таком обилии врагов вам повезет, если вы успеете постреляться с каждым. Не, ну, тут я, конечно же, загнул. Успеете, конечно, но мысли вы уловили. Если бы разнообразие обывали на нас разом, было бы интереснее. Но оно стоит в очереди и ждет указывающего перста его величества рандома. Спасибо хоть что-нибудь корейского из Perfect World, как вспомню, как эти сундуки открывал. Так, это вообще не по теме, извините. Частично ситуацию может исправить мод на увеличение врагов в ячейке. Ячейка — это отряд, который спаунится на карте, то есть это четыре бойца разных или одинаковых. На XCOM 2 придумали мод в трех версиях, увеличивающих количество врагов ячейки на 50, 100 и 300 процентов, то есть это 6, 8 и 12 врагов ячейки соответственно. Но загвоздка в том, что когда вышла DLC с избранными, автор мода уже свалил из модостроения, поэтому мод адаптировал другой человек. Загвоздка в том, что адаптировал он только ту версию, которая увеличивает количество врагов в трое. Как вы понимаете, у этого мода есть серьезные недостатки. Аж целых два. Во-первых, загрузки уровня станут заметно дольше, возможно, что и тормозов прибавится. Да даже не просто возможно, а именно что прибавится. Вы же понимаете, увеличение ресурсов потребления в этом аспекте возрастает втрое. Но во-вторых, опять же, вы наверняка понимаете, что столкнуться с двумя ячейками по 4 человека на ранних уровнях — это непростое испытание на высокой сложности. Я вот, например, играл в этот раз на ветеране. Зацепить три ячейки, как два пальца по ребрик. Вот тогда только держись. А теперь представьте, что ваших четырех на тот момент бойцов с допотопными пукалками и пахалками окружат 36 врагов. Вы ведь понимаете, что эта игра не про 300 спартанцев, вас просто задавят числом. Знаете, если вы поставите все эти моды на интеллект, на кучу новых сложных врагов и на утроение их количества, и запустите игру на сложности Терминатор, да еще и одновременно попадете на миссию с мозг, таймером, королем и избранным, я просто хочу присутствовать в этот момент рядом с вами. Чтобы потом, спустя десятки лет, навещая вас в психушке, я спросил, а помнишь тот случай? Видел бы ты свою рожу? Это было нечто. В общем, мод на утроение количества противников я в сборку не включил, но если вы садомиты со стажем, можете попробовать. Ого, да. Ну а я продолжу. Глядя на весь этот вражеский паноптикум, вы наверняка в страхе схватились за голову. Во имя Таласа Могучего, Святой Милителии, Бога Императора, а как же быть нам, бедным экскомовцам? Нас же растопчут и жопами сверху сядут. Еще как сядут. Но не сытие. Я неспроста так разбавил повествование о модах. Это чтобы вы поняли, что следующие моды очень даже оправданы при многократно возросшей сложности игры. Начнем с мода Ammo and West Slots. Он добавляет дополнительные ячейки для предметов каждому бойцу, кроме Искры. Это ячейка под патроны, отдельная специальная ячейка, больше ничего туда не засунешь. И ячейка под предмет. Числится как под броню, на вроде всяких там подкладок, знаете, мод даже добавляет рубашку XCOM, которая визуальных изменений не вносит, зато занимает слот, давая плюс 5 к воле бойца. Но на практике в ячейку можно поместить какой угодно прибор, даже гранату. Против такой раба врагов нам понадобятся все наши изобретения. Вектор Кроссбосс добавляет арбалеты. Эта альтернатива иглострелу сделалась ей только бесшумная. Впрочем, бесшумная она только с точки зрения озвучки. По факту же, в плане стелсмиссии арбалет точно так же слышен врагам. Потому что технически это просто другая моделька для винтовки Вектор. Автор утверждает, что существует вторая и третья техническая версия арбалета, как и положено. Но в рот мне ноги, я исследовал все в игре. Я не нашел этих улучшений. Видимо, не судьба. По итогу, арбалет дико красивый и ходить с ним приятно. Но в моем случае он становится нафиг не нужен уже на втором техноуровне. Если вас подобное выстраивает, или если вы уверены, что у вас таких проблем не будет, смело ставьте. Я же в коллекцию его не включил. Также не включил туда и мод Merch Nari Plasma Weapons, добавляющий альтернативу плазменному оружию. Плазменное оружие наемников. По характеристикам точная копия. Визуально уже более кустарные приспособления с желтым лучом и электрическими дугами во время стрельбы. Если вам надоел видеть стандартные плазмы, пожалуйста. Но по факту, мод для баловства. Тем более, что при исследовании плазмы становится доступно все оружие, даже ПП и пистолеты. В то время как по правилам его надо отдельно исследовать. Из той же оперы мод про лазерные пушки. Чисто косметические изменения. Мне такое не нравится. Хотя я могу понять людей, любящих эти моды. Но напомню, что моды с изгоями и XCOM добавляют старые образцы вооружения, так что у вас будет альтернатива. Правда, только в единичном образце. А вот Beam Granite Launcher уже толковый мод. Согласитесь, как-то странно, будучи разодетым в силовую броню, блестящую и полированную, как яйца Фаберже, носить на спине задрипанный гранатомет второго техноуровня. Потому что третьего в игру почему-то не завезли. Мод исправляет это гнусное недоразумение. Плазменные технологии добрались и до гранадиров. Ибо давно уже пора. Никакого читерства. Гранатомет, как ему положено, просто дальше стреляет и сильнее бьет. Не более того. Ну и еще круто выглядит. Long War SMG Pack. Снова мод из линейки Long War. Добавляет SMG. Ну то бишь пистолеты-пулеметы с честным уроном и тремя техноуровнями. Это подойдет всяким бегунам, давящим на мобильность, ибо за счет уменьшенного урона SMG дает плюс три к мобильности. На первых парах лучшее решение для медика, например. Выглядят стволы аутентично оригинальным игровым. Да и, если не ошибаюсь, этот мод нужен для работы какого-то другого мода. В любом случае, выбор хороший. MoSquad Size Upgrades дает возможность партизанской школе купить еще два расширения отряда. Согласно настройкам, которые, если что, можно поменять в конфигураторе модов, для этого нужны звания майора и полковника соответственно. В оригинале это, если не ошибаюсь, потолок, а вот с модом на РПГ составляющую есть еще и генерал. Короче, придется дослужиться и раскошелиться, но оно того стоит. Более того, оно необходимо, ибо это только на первый взгляд 8 человек на сундук мертвеца, это многовато. Я уже рассказал вам про прорву врагов, так что нет, не многовато, самое то. Из минусов, игра не рассчитана на показ стольких бойцов на экране выбора одновременно. В настройках можно выставить тип показа, и на скриншотах у людей вроде бы как все нормально, а вот у меня максимум шестерых видно, как и положено. Остальные их набираешь вслепую, ориентируясь только по панелькам со снаряжением. Однако, мод строго рекомендую к использованию. Говоря об интерфейсе, очень поможет мод Готча Эгейн, тот самый интерфейс расширяющий. Функций там немало. Например, хакер будет видеть благодаря зеленой иконке на панели действий, что за полем его зрения можно что-то взломать. Или вот, например, противник залег в наблюдении, готов стрелять при движении. Индикатор в форме глаза покажет, что перемещаться сейчас опасно, кто-то бдит. Там еще есть ряд новшеств, но самое полезное из них это предварительное видение, так я его называю. Зажав Alt и наведя мышку на клетку, мы будем знать, кого с этой позиции увидит боец. Это дико удобная вещь, которая не даст пропасть в ходу зря. Теперь по недоразумению, какая-нибудь торчащая из пола арматурина не заслонит огромного робота так, что не дострелит до него. А уж как удобно с этой штукой просчитывать заход с флангов. Просто прелесть. Крайне полезный мод. Ну и раз я затронул эту тему, позвольте еще немного отвлечься на мод Free Camera Rotation. Как вы поняли, он снимает ограничения на квадратно-гнездовое вращение камеры. Теперь она может вращаться плавно. Что еще важнее, зажав кнопку, ее можно вращать в любой плоскости, даже в плоскости Z. Точнее Y. Неважно, в любой. Именно это приводит к некоторым визуальным закидонам. Но на такое не обращаешь внимания. Понятное дело, что игра на подобное не рассчитана. Но мод очень интересный. Позволяет глубже погрузиться в процесс сражения с врагом. Одно но. Кнопка, отвечающая за вращение, левый Alt. Получается, мод конфликтовый с предыдущим. Увы. Увы, но не ах. Это можно исправить. Давайте, прям тут и покажу. Открываем вашу папку со Steam'ом, следуем по пути Steam Maps, Workshop, Content. Там будут папки, помеченные цифрами. Таким странным образом их помечает Steam. Не буквами, а цифрами. Я не уверен до конца, что эти номера уникальны, они генерируются на каждой машине. Чего не знаю, того не знаю. Пока не знаю. Но у меня папка с модами к XCOM'у имеет номер 268500. В ней вы найдете огромное множество аналогичных папок. Это и есть наши моды. И вот эти уже номера уникальны и у всех совпадают. Поэтому ищите папку с номером 616359783. Кстати, она у меня идет первой. Если вы не ставили ничего сверх того, о чем я уже сказал и скажу в ролике, то и у вас она тоже будет первой. В крайнем случае запускайте поиск по папке. Благо, в каждой из них есть файл, отвечающий за название моды и превью. Ну так вот. Открываем названную папку, идем в папку конфиг и там открываем inifilex.cominput. Ищем вторую строчку. Видите, написано left-alt. Меняем на любую удобную вам клавишу. В моем случае это левый control. Так прямо и пишем left-control, как на экране показано. Сохраняем и вуаля, моды больше не конфликтуют. Ура! Вообще, чтобы такого не было или было как можно меньше, придумали мод config menu. Это мод, отвечающий за конфигурирование других модов. Делается это через меню настройки и все очень просто. Увы, далеко не все моды имеют конфигураторы, поэтому совместимы с конфиг модом. Ну а те, что имеют, можно удобно настроить. Кроме того, мод конфиг нужен для работы некоторых других модов, так что смело ставьте. Ну и давайте вернемся к оснащению нашего отряда. Мод ballistic shields добавляет баллистические щиты. Помните цербер с их щитовиками? Мерзкие дядьки. Теперь мы можем стать таким вот мерзким дядькой. Или не менее мерзкой теткой. Щит берется как вторичное оружие и добавляет полоску здоровья. Ну то бишь как бы щит. Он повышает защиту персонажа и какое-то время поглощает урон, пока не разрушится. Кроме того, им можно атаковать как ножом. Успешная атака приведет к оглушению. Еще бы! Вас когда-нибудь били дверью от бронетанка? То-то же. Правда, щит снижает мобильность на одну единицу. Зато защитоносцам можно прятаться как за полноценным укрытием, между прочим. А таким разве что Искра может похвастаться. Исследовать щиты не надо. Они автоматически добавляются в инвентарь и улучшаются при каждом новом техноуровне. В данном случае техноуровне брони, а не оружие. Чтобы жизнь медом не казалась, враги тоже заполучили щитовика, который в наглую поглощает весь входящий урон с серьезной вероятностью, отлично отвлекая на себя огонь. Наши так не умеют, увы. Хотя я не уверен, что это именно этот мод добавляет такого врага. Но какой бы мод его не добавлял, щиты все равно ему нужны. Это факт. Щиты это замечательно, но нет ли чего иметь более компактного, спросит кто-нибудь из вас. Есть ножи. Мод Combat Knives добавляет самые обычные боевые ножи. Именно боевые, а не те, которыми вы на кухне лимон чая нарезаете. Этот нарежет скорее врага, как лимон. Они не так олиповато смотрятся, как меч за спиной, точно так же улучшаются, только в отличие от читов улучшения уже надо покупать. Смотрятся потрясно и дают возможность идти в штыковую. И не надо смеяться, вы просто не представляете, насколько это иногда спасает. Ведь нож имеет очень хороший модификатор критического удара, а из-за близости к цели промахнуться им еще умудриться надо. Хотя, конечно, всякое бывает. Это же Икском. Так что зажатый со всех сторон отряд вполне может изменить одним махом баланс сил на куканев, лунатиков на точеные ножи. Отличный мод. Но вы ведь заметили, да? Заметили, как старательно я вхожу стороной тему Искры. И не даром. Давайте будем честны, никакие примочки никакое оружие и броня не сравнится с боевым роботом. Он не устает, не чувствует боли, то есть его можно отправить в бой раненым, не паникует, не имеет фобий. Это понимал и тот автор, что создал мод под названием Metal Overflash. Точнее, называется он Metal Overflash, но суть та же. За исключением названных преимуществ Искры, в оригинале получалось, что толку от робота немного. Когда вы добираетесь до изучения или нахождения робота, а потом еще и до его постройки, ваши солдаты уже будут выносливее, сильнее и прокачаннее. Робот там будет попросту мешаться. Мод это изменит. Теперь многие научные открытия можно будет использовать в целях усиления Искры. Вот, например, Лысик вам скажет, что, мол, мы вскрыли мутона и поняли, как они делают такую плотную кожу, а теперь мы то же самое можем воспроизвести на Искре, сделав его прочнее. И так далее. В итоге, этот гражданин, я про Искру, а не про Тайгена, сможет хорошенько нападать врагу даже на начальном уровне развития. Какие-то открытия применяются к нему автоматически после изучения технологии в зоне испытаний. Какие-то должны быть созданы как предметы, например, персональные щиты или умные пули или вовсе нано-машины прямо как у Некрона. Ну и самое главное, если случится так, что Искру расхерачат злобные вражины, то не надо плакать над останками и материть игру за потраченные часы прокачки любимого робота. Это вам не Хан, Сволу, Звездные войны. Просто соберите детали в мешочек и валите на базу. Заплатите инженерам аванс и они соберут вам вашу драгоценную Искру обратно. А как же иначе-то? Это же робот, ё-моё, он не может умереть, алё! Да я вам больше скажу, его не обязательно даже покупать за полную цену. Если вы раздолбали достаточно вражеских меков, то из их останков можно выплавить почти даром новую Искру. Ну разве не прелесть? Конечно прелесть. Ну и как можно обойти вниманием такой замечательный мод, как Стелс Оверхол? Я берег его на сладкое. Он перелопачивает всю систему Стелса. Как было в оригинале? Вначале игрок замаскирован. Если его заметили или он атаковал, отряд полностью демаскируется. Исключение первое. Если у солдата есть спецумение, он может войти снова в маскировку, либо не потерять её вместе со всеми. Во всяком случае, в моей сборке такой навык есть, не помню, был ли он в оригинале. Исключение второе. Жнец. Каждый выстрел имеет шанс обнаружения, зависящий от внезапности, рельефа, уровня врага и прочих факторов. Так вот, теперь весь ваш отряд жнецы. Давайте я сразу упомяну мод Tactical Superers, добавляющий глушители. Он даёт возможность остаться незамеченными при выстреле любому бойцу, у кого он есть. Сам же мод Стелс Оверхол даёт также особые стелс-ножи. Вы можете задаться вопросом, о какого это рожна, у меня в инвентаре два разных боевых ножа. Я вот задался, например. Оказывается, один добавлен модом на ножи, а другой модом на стелс. Последний имеет шанс тихого убийства, то есть можно корчить из себя реального ассасина. В свою очередь глушитель даёт возможность стелс-наблюдения, то есть, как и при обычном наблюдении, производится выстрел, который при этом имеет шанс оставить стрелка незамеченным. И это реально работает. То есть, бойцы начинают бегать, светиться, и их становится очень легко подловить. Притом, если не поднята особая тревога, например, на миссиях по спасению заложников или на картах со столбами, хотя я не уверен, может и там можно. В общем, от остальных отрядов, так чтобы не было визуального контакта, например, отряд снова становится замаскированным. Так что теперь действительно реально проводить стелс-миссии самые настоящие. Здесь также будет к месту мод Simple True Consultment, который преображает эти гнусные миссии с таймером. О каком стелсе может идти речь, когда кровь из носу, надо прорваться, часики-то тикают, теперь не тикают до тех пор, пока отряд замаскирован. Если уж спалились, тогда да, повторная маскировка уже не поможет. Однако, теперь вполне реально даже миссии с таймером проводить скрытно, особенно если не брать с собой толпу солдат и огромного роботу в придачу, который вообще непонятно, как умудряется скрываться. Дерзайте. Ничто не истина, все дозволено. Это ж моды. И теперь, когда самые сладкие моды я вам показал, мы выходим на финишную кривую. Осталось несколько полезных модификаций общей направленности или попросту фиксов, необходимых для тех или иных модов. Covered Action Missions дает возможность посылать солдат в центре тайных операций на миссии сопротивления, по выполнению которых откроется какой-нибудь нужный ивент. Вот, например, захватили у нас солдата в плен и что теперь? Месяц или два ждать, пока дадут миссию на освобождение? В одном из прохождений я почти до конца игры не ждал. Я уже и забыл его существование, а ведь в начале игры возлагал на него большие надежды, да еще и оружие ему классное дал. Так вот, теперь можно просто выполнить операцию сопротивления, и они поймут, что нам необходимо. Если возвращать некого, будет миссия по противодействию Адвенту, что тоже дико полезно. Модификация Чусен Реворд Вариати меняет награду за победу над избранными. С одной стороны, пуклки у них очень даже ничего, с другой всегда одно и то же. Теперь же есть определенный набор топовых шмоток, которые случайным образом достанутся вам за победу над этими надменными кретинами. Вот, например, от охотника мне достался его пистолет и легкая броня, сверхпрочная. От чернокнижника тяжелая броня, как ни странно, позволяющая гулять сквозь стены и пси-граната. От ассасина мега-гранатомет с расширенным радиусом поражения. Ну и так далее. Очень приятная вещь. Мод Флавес дает награды за идеально выполненные миссии или успешно отбитые терроры. Согласитесь, надпись «Отлично» в графе оценка миссии намекает на то, что как бы было бы ну неплохо бы и награду, знаете ли, получить. Теперь так и будет. Награда будет случайной. Например, Шейн сообщит, мол, я тут в завалах, рылась-рылась и вот нашла материалы. Или подойдет спасенный мужик и скажет «Нихера вы крутые! Я тоже к вам хочу новобранцам!» В общем, деньги, бойцы, материалы, иногда даже оборудование. Теперь у вас будет отличный стимул идеально завершать миссию без ранений. Стеллс-мод вам в помощь. Кстати, забавно, что ко мне после успешно отбитого террора присоединился мужик по фамилии Шепард. Притом, не Джон и даже не Джек, а Гарри. Гарри Шепард. Помни историю про Асоку и Вейдера, я уже сомневаюсь, что игра не залезла мне в мозг и не покопалась там. Моды Сайентист Ставслотс и Беттер Лаборатории улучшают наше производство в режиме Авинкера. Первые заменят необходимость присутствия инженеров на объектах на необходимость присутствия ученых. Например, нахрена инженер в госпитале? Вот ученый там больше к месту. Собственно, так и инженеры экономятся, и логики больше. Второй мод улучшает обитель тех самых ученых, лабораторию. Она теперь не бесполезна, и помимо основной функции сокращения время исследования, лаборатория при использовании возвращает часть потраченных на это ресурсов, а именно разведданных, а иногда и материалов. Теперь хоть будет смысл ее строить. Сивиллианс Ревапмент меняет поведение обывателей на улицах. Теперь, попав нечаянно под перегрестный огонь или оказавшись в опасной для жизни зоне, они будут сразу же убегать, а не сидеть и ждать, когда же их затянет взрывом. Правда, иногда они это делают, так знаете ли, медленно, вальяжно, пешочком, будто прогуливаются по парку, а не находятся между молотом и наковальней. Да, все-таки идиоты они и есть идиоты, но тут они хоть будут умнее, будут тут умными идиотами. Знаете, я играл с этим модом и добавил его в коллекцию, но в принципе вы можете его смело отключать, ибо пользуется все-таки чисто косметическое. Доктор Мандарпс Маппак Мод с чудным названием преобразует конструктор карт, так что теперь мудреные карты, не шаблоны, будут попадаться чаще. Два замечательных мода Близнеца Evoke All и Smart Overwatch All сильно упрощают игру. Первая добавляет кнопку эвакуировать всех. Теперь, если все стоят в зоне эвакуации, не надо каждому приказывать подниматься по веревочке в кои-то веке. Второй дает возможность войти в режим наблюдения всей команде, либо же всей команде, кроме выбранного в данный момент персонажа, чтобы устроить настоящую засаду. Если у персонажа два хода, то в этом случае он перезарядит при необходимости оружие и тогда уже войдет в наблюдение. Очень полезно и удобно. Тему удобства продолжают еще три мода Близнеца. Quicker Reload, Stop Wasting My Time и Instant Avenger Menus. Все три направлены на упрощение и ускорение геймплея. Stop Wasting My Time согласно названию буквально кричит «Хорэ уже, ернёй, страдай, давай, сука, быстрее!» И игра таки начинает работать быстрее. Убрана половина болтовни Брэдфорда с обязательным локом камеры на объекте. А если такое и осталось, то тайминги серьезно сократились. Причем сократились не только там. Например, персонаж больше не целится перед выстрелом полчаса. Теперь все происходит быстро. Это как, знаете, убрать из музыкального файла тишину в конце, чтобы перед началом новой песни не было промежутка. Вот тут сделали нечто подобное. Ему вторит мод Quicker Reload, который попросту убирает анимацию лечения и перезарядки. Я сильно сомневаюсь, что данная анимация это то, без чего вы будете страдать. А вот мгновенные действия это очень удобно, поверьте. Instant Avinger Menus также убирает некоторые анимации, но уже на Avinger. Например, заход на глобальную карту теперь будет мгновенный, без пролета камеры, как и в отсеке. Это и быстро, и удобно. Следующие моды немножко преображают бой со странниками. Lost Auto Fire добавляет кнопку с одноименным названием. Теперь боец будет автоматически стрелять по ним из расчета от слабого к сильному. И сам же будет перезаряжаться. Это удобно. Неудобно только то, что кнопка активна всегда, даже когда странников не просто нет в поле зрения, а вообще нет на миссии. Rent the Lost позволит рукопашным атакам по этим гражданам также считаться свободными, как и в случае с дистанционными. И нет, это не дисбаланс. С одной стороны, перерезать кучу зомби, не потратив патронов вообще, это удобно. Почему бы, собственно, нет? С другой, по ним также можно промазать и в рукопашную, как это было у меня и причем не раз. Fair Lost Targeting исправляет недоразумение, по которому странники с большей охоты атакуют именно нас, а не Advent. 70 на 30%. Теперь же 50 на 50. Вот еще один интересный мод, Mortrides, который вернет много вырезанных негативных черт, приобретаемых на задании. Все вот эти вот некрофобии, механофобии, господи, они начинают бояться всего, даже демаскировки, паникуют при наблюдении, при ранении, так что теперь вы точно начнете учитывать усталость бойцов, иначе придется долго их лечить у психолога. Самое интересное то, что есть и положительные фобии, как это ни странно. Например, мой пистолетчик приобрел черту стабильного прицела, еле отбившись в стрессовой ситуации. Я так и представляю, как он приходит к доктору и говорит, доктор, помогите мне, у меня проблема, знаете, я очень метко стреляю по врагу. А, но это ничего, мы вылечим, я как раз недавно закончил лечение штурмовиков из Звездных войн, сейчас и вам помогу. Ну, на самом деле, позитивные черты не лечатся. Факт в том, что их тоже можно приобрести. А вот от фобии можно избавиться теперь не только в лазарете, но и при нескольких подряд миссиях без ранений с участием скорбанного духом бойца. Мод Increase Combat Intelligence for Everyone даст возможность выполнить миссии по улучшению смекалки не только стандартным бойцам, но и бойцам фракции. А мод Color Coded Bonds делает иконки взаимосвязи разноцветными, чтобы сразу было видно, ну и напоследок несколько патчей. Canon Animation Redux меняет анимацию держания пулемета, теперь солдат действительно держит его как пулемет, а не как легкий автомат. Spinning Barrels также чинит анимацию лазерных снайперских винтовок, у которых крутилка не крутится, хотя должна. Мелоча приятна. Missing Package Fix, Reward Dex Refresher и Alien Armor Customization также вносят свои фиксы и поправки, часть из которых необходимы для работы других модов. Вот такая вот у меня получилась сборка. В качестве паскриптума хочу обратить внимание еще на два мода в сборку не вошедших. Первый это Лидер Пак из серии Long War, который позволяет обучаться бойцу как командиру. Так вот, он не работает, видимо, не совместим с одним из модов. Впрочем, я бы сказал, что жалеть тут не о чем особо-то. И второй это Avatar Begon, на сей раз рабочий. Я, конечно, понимаю сюжеты и все такое, но как же меня задолбал этот проект Avatar и бесконечная болтовня Брэдфорда. Болтовню он, увы, не убирает, а вот проект Avatar теперь заморожен. То бишь, сообщения о прорывах приходят, но шкалы больше нет. Тут уж сами думаете, нужен вам мод или не нужен. Еще раз напомню, что эти два мода в состав коллекции не входят, как и те моды, при упоминании которых я сказал, что они не вошли в коллекцию. Все остальные моды там есть. Всего получилось Ажно 82 мода. Немало, конечно, но это я еще старался выкидывать действительно лишнее. Назвал я свою сборку Librarium Edition. Да, вот так вот бесхитростно. Чтобы ее скачать, никаких лишних телодвижений не надо. Достаточно просто перейти по ссылке в описании или самостоятельно найти сборку в Стиме и нажать на кнопку подписаться на все. Стим начнет автоматически скачивать файлы. А пока он скачивает, у вас назреет вопрос, а не противно ли играть без русского перевода? Конечно, противно. Богомерзкий американский язык. Кому он нужен? Ну, я тут тоже подсветился. Я нашел для вас сайт tbsplay.ru, на котором игроки, знающие язык, напереводили целую тучу модов для XCOM'а в том числе. И раз уж они не хотят сами заниматься распространением своей работы, значит, Магомед сам пойдет к горе решать вопрос. Магомед, это я. Очень приятно. Так вот, давайте дружно скажем этим парням и девушкам огромное спасибо, как и тем, кто создал моды, о которых шла речь. Никогда не надо забывать благодарить тех, кто дарит нам десятки часов отличного развлечения. А то и сотни, у кого как пойдет. Ну так вот, ближе к сути. Как перевести мод? Давайте рассмотрим гипотетическую ситуацию. Захотели вы поставить мод X? Идете на сайт, включаете поиск по названию мода. Опачки, вот и он, как раз в разделе русификация модов. Идем и скачиваем. Каждый архив сперва имеет номер. Это тот самый номер, под которым числится мод в папке контент в воркшопе у вас на диске. Поэтому идем по указанному номеру, открываем папку локализейшн и добавляем, а если надо, то и заменяем файл. Все, мод расифицирован и лицензирован, как говорится. Если произошло так, что в архиве не указан номер мода, то у себя в папке с модами, это та, что под номером 268500, запускаем поиск по названию. Не нашли? Запускаем поиск по одному слову, а не словосочетанию. Ну, например, если не ищет мод конфиг, попробуйте просто конфиг, обязательно найдете. Ну и дальше уже по накатанной. Однако, это в случае, если сами захотите локализовать мод или обновить перевод. Мало ли, вдруг они до сих пор переводами занимаются. Судя по дате последнего поста, так и есть. Но, что касается моей сборки, тут я упрощу вам жизнь. По ссылке в описании вы сможете скачать с Яндекс.Диска архив с названием XCOM 2 локализация модов. Берете и помещаете ее в свою папку с модами. Напомню, в моем случае и скорее всего в вашем это 268500 с заменой, если попросят. Все, моды локализированы. Скажу сразу, не все моды. Кое-какие я не трогал по причине лени, но основные все переведены и до понимания не возникнет. Все для вас. Как вы уже заметили, всю эту радость я подготовил для пользователей Стима. Что делать с этим веселого Роджера я не знаю. Это не вам назло, это нам на удобство. Играющим в пиратку видимо придется все собирать самим. Ну и давайте в общих чертах скажу про сборку. Были ли баги? Да, были. Иногда, всего один раз правда, игра вылетала при запуске. Но это и без модов бывает. Некоторые моды внутри самих себя колбасит, об этом я уже говорил. Но случился и серьезный баг. После какого-то момента быстрое сохранение не удаляло старую запись. И поэтому при быстрой загрузке могло начать загружать быстрое сохранение вообще с другого уровня, что дико бесило. Как это исправить, я понятия не имею. Возможно, у вас такого не будет. Но если что, вручную загружайтесь, либо просто удалите быстрое сохранение с прошлого боевого вылета, если заметите такой баг. Некоторые моды, кстати, будут ругаться на версию игры. Мол, мы на вору в Чоза не рассчитаны. Не верьте, все они рассчитаны, просто выпендриваются. Так уверяли авторы, так увидел это я. Просто причуды лаунчера, не более того. Второй не менее важный вопрос. Что с производительностью? Тут сложнее. Чем больше модов к любой игре, тем дольше она запускается в принципе. Моя сборка Икс Кома или Ведьмака запускается минуты 2-3 реального времени. Учтите это. Разумеется, при подгрузке новых улучшенных причесок, доспехов и прочих инноваций Сколкова игра подзадумается, но это происходит в режиме корабля, а не в бою, так что фиг бы с ним. Да, уровни загружаются дольше, но ведь загружать теперь приходится ораву новых пришельцев с кучей полигонов, так что потерпите. Изредка могут быть подвисания, но тут уже зависит от быстродействия вашей памяти. У меня она старая и трухлявая. Кстати, на экране я сейчас вывел мою конфигурацию компьютера, чтобы вы не спрашивали меня об этом. На такой вот машине я бы сказал, что все было хорошо и красиво. Все-таки, сами понимаете, никто не будет оптимизировать все эти сборки идеально, это же моды. Даже Long War of Chosen будет лагать и тормозить. Просто смиритесь с этим. И все же я хочу дать несколько рекомендаций, чтобы избежать утечек памяти, багов и тормозов. Во-первых, сразу определитесь с модами. Многие из них требуют начала новой игры, это понятно, но если ты начал игру с модом, а потом его отключил, то все, жди как минимум утечек памяти. В худшем случае быстрые загрузки будут недоступны в принципе, как класс. Поэтому, если тебе что-то из моего списка не понравилось, сразу зайди в Steam и отключи ненужные моды или подключи нужные, чтобы потом не прожечь стул от производительности. Ну и когда играете в тяжелые сборки игры, будь то Skyrim, XCOM, Ведьмак, неважно. Сами понимаете, все вот эти вот браузеры, особенно Chrome, Photoshop и прочую жрущую ресурсы, братью, отключаем нафиг. Игру стараемся не сворачивать. Мне необходимо было сворачивать ее постоянно, потому как я еще и сценарий писал и переводы искал. Поэтому у меня часто тормозило. Возможно, у вас вообще тормозов не будет. Тут уж сами проверяйте. Ну и главное, учтите, что моды в Steam могут обновляться. Это значит, что вот я сейчас сказал, что в моде нет того-то и того-то, а вы зайдете и увидите, что уже есть. И такое может быть. Обновляются они автоматически в Steam же. Это еще один плюс. Ну и самый последний и самый важный вопрос. Интересно было ли играть? Да. Да, ребята, дико интересно. Возможно, сказалось то, что я очень давно хотел переиграть в XCOM 2. И все же, получившаяся сборка меня очень порадовала. Я получил массу удовольствия и надеюсь, что его получите и вы. Я постарался собрать для вас интересный набор. Теперь дело за вами. Отряд Либрариума... Блин, звучит как прям армия Дамблдора. В бой! Задайте пришельцам жару. Ну, а я отложу на этом свой ритуальный бубен. До встречи на следующем шаманском пленуме. Редактор субтитров А.Семкин